Это программа День с толком в студии Артем Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в ютубе. Смотрите в этом выпуске. Весна пришла. В край начались первые подтопления талыми водами. Подтоплены дороги, скверы и огороды. Пять жутких аварий. На алтайских дорогах за последние сутки погибло семь человек, в том числе четверо детей. Невероятно умные и общительные, но источники многих инфекций. Сегодня отмечают Международный день крысы. В крае начались подтопления талыми водами. Сейчас в регионе закрыта для проезда одна региональная дорога – трасса Олейск-Безголосово. Но география разлива талых вод гораздо шире. Об этом подробнее далее. Рубцовский район. Специалисты автодора укрепляют земляной вал дороги у села Саратовка. Бульдозером роют в снегу траншею, укладывают камень в промойны. Дорога пока не значится в списке закрытых, как и эта. Тут уже дорогу размыло примерно метра на четыре. И асфальт, и щебенка. Дальше шум. Шум, водопад. А это видео у села Второй и Коростели, все того же Рубцовского района. Очевидцы предупреждают – будьте осторожны. Как сообщают в Минтрансе края, переливы через дороги наблюдают уже в шести районах – Олейском, Третьяковском, Локтевском, Рубцовском, Зональном и Поспелехинском. Потопленных домов пока не значится, хотя местами вода уже близко. Я сюда не пойду, вот полная гора воды. В Новоалтайске говорят, что талая вода со всего поселка Вележановка стекает в один колодец неподалеку, и дома стоят в лужах. Плывет Убийский сквер. Детям, конечно, радостно мерить лужи, но намочить ноги можно и в резиновых сапогах. В Залесово потяжелевший снег сломал козырек у входа в поликлинику. Произошло все в выходной, так что пострадавших нет. В целом же из-за резкого потепления в этом году прогнозируют более раннее вскрытие рек. Для АБИ ставят срок в десятых числах апреля. В Барнауле уже начались потопления низменных мест. В мэрии готовы оперативно откачивать воду. Для этого нужно позвонить по следующим номерам. Анастасия Драган, День с толком. Сегодня на въезде в Барнаул произошло жуткое ДТП, в котором погибла беременная женщина. Всего же за минувшие два дня на дорогах края случилось пять серьезных аварий, в которых погибло семь человек, в том числе четверо несовершеннолетних. ДТП произошли в разных районах. Так, сегодня рано утром недалеко от Барнаула Газель на полном ходу въехала в фуру. В момент столкновения на пассажирском сидении находилась девушка, которая была на шестом месяце беременности. Она погибла, водитель в больнице. В Калманском районе за рулем оказался пьяный водитель. Чтобы вытащить его из помятой машины, понадобилась помощь МЧС. Авто, с которым произошло столкновение, вылетело в кювет. Как пишут очевидцы, за рулем была девушка. Ее увезли на скорой. А в Тальменском районе шофер попросту уснул. Таксист, водитель Ниссан Альмера принял заказ пожилой пары. Его пассажирами стали женщина 48 лет и мужчина, которому 61 год. Сейчас вы видите кадры с видеорегистратора грузовика. По свету фар понятно. Таксист ехал в лоб и не пытался избежать ДТП. Среди пострадавших только водитель грузовика. В Бийске насмерть сбили 17-летнюю девушку. Водитель за рулем был пьян. И еще одно жуткое ДТП в Шилоболихинском районе. Там погибло сразу три ребенка. За рулем оказался парень с 17 лет. По предварительным данным, водитель 2005 года рождения, управляя отечественным транспортным средством, выезжая с прилегающей территории поселка Подгорный на проезжую часть автодороги Павловск-Камень-Наби, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры, девушка 2006-го, юноша 2003-го годов рождения, погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. В Алтайском крае семьи погибших в ходе спецоперации на Украине бойцов получат по миллиону рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства заявил губернатор региона Виктор Томенко. Известно, что финансы выделят из резервных средств регионального бюджета. Они пойдут плюсом к федеральным выплатам. Добавим, для беженцев из Донбасса в крае собрали гуманитарный груз. Одежду, постельные принадлежности, средства гигиены, детское питание и многое другое собирали, что называется, всем миром. Например, воспитанники Барнаульского детского дома номер один принесли в благотворительный фонд свои игрушки. Ряд производителей скинулся на покупку продуктов питания. Сухпайки доставили и юные кадеты. Общий вес груза на каждую семью не менее 30 килограммов. Действительно низкий поклон за помощь. И наши жильяки всегда славились щедростью души, милосердием, гостеприимством. И вот эта ситуация, она лишний раз этому подтверждение. Семьям из ДНР и ЛНР полагаются и денежные выплаты. По 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Средства собраны благотворительным путем. В правительстве края планируют выделить около 200 миллионов рублей для поддержки промышленных предприятий региона. На эту сумму власти хотят компенсировать производственникам две трети затрат при получении кредитов. Ключевая ставка, по которым серьезно выросла. О такой мере поддержки губернатор заявил сегодня на заводе станкостальконструкция. Предприятие приступило к производству многогранных опор освещения, которые в крае больше нигде не производят. Подробности далее. Единственное в крае производство многогранных металлических опор освещения появилось в Барнауле. В отличие от железобетонных, эти опоры легче, их проще перевозить и устанавливать, а их несущая способность выше. Конструкции используют при освещении поселков, дорог, мостов. К концу года на заводе планируют выйти на объем производства в 4000 опор. Мы планируем, что наш заказчик будет от Урала до Дальнего Востока. Вот это вот будет наша ниша, потому что все остальные производители находятся все западные. В новое производство собственник инвестировал 88 миллионов рублей. Цех создавали два года и сейчас он очень кстати. В рамках импортозамещения на наш продукт может сразу же вырасти спрос. В России выстраивают новую логистику, выбирая отечественного производителя. Последним нужно увеличивать объемы и в целом держаться на плаву. В ближайшее время власти края планируют выделить 200 миллионов рублей на компенсацию производственникам части ключевой ставки при получении кредита. Компенсируем таким образом нашим предприятиям две трети от ключевой ставки, которая на данный момент существует. Сегодня ключевая ставка 20%, это значит 13,3%. Мы нашим предприятиям промышленности, естественно, которые не попали ни в одну уже меру поддержки, ни в другую, мы поможем. А еще власти подали в федеральный центр список из 32 алтайских предприятий для включения их в реестр системообразующих. Это позволит им брать льготные краткосрочные кредиты. Семь заявок уже одобрены. Добавим, что алтайские компании уже переформатируют свою работу, занимая свободные ниши. Пока известно, что процесс импортозамещения начался на новоалтайском производстве постельного белья и бийском химпредприятии. Но вместе с тем, многие производственники по-прежнему остро нуждаются в импортных комплектующих. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский, День с толком. Жители Алтайского края за год более двух тысяч раз пожаловались на нарушение своих прав. Это больше, чем в предыдущие годы. Об этом сегодня сообщил уполномоченный по правам человека в регионе. Традиционно жителей края волнует перерасчет пенсии, вопросы ЖКХ, обеспечение жильем. В сельской местности люди часто жалуются на отсутствие автобусного сообщения. Много обращений поступает по вопросам медицинского обслуживания. Зато в отличие от 2020 года, в прошлом жители региона меньше жаловались на вопросы, касающиеся коронавируса. Жалобы 2020 года – это были крики о помощи, я так говорю. Это невозможно вызвать врача, нет лекарств, ожидания скорой помощи, даже защитных средств не хватало. Вот такие жалобы были. Но в 2021-м появились новые проблемы. Обязательная вакцинация, введение QR-кодов. Также Борис Ларин уточнил, что пока он не получал обращения от жителей Алтайского края, либо от беженцев в связи со специальной операцией на Украине. Но в случае чего все проблемы готовы решать в оперативном порядке. Бывшего вице-губернатора края Юрия Денисова отпустили по УДО. Рубцовский городской суд частично удовлетворил ходатайство адвоката Денисова, рассмотрев все материалы по делу и оценив поведение осужденного. В итоге суд пришел к выводу, что Денисов больше не нуждается в реальном отбывании наказания. При этом от штрафа более 2 миллионов рублей чиновника никто не освобождал. Напомним, вице-губернатора арестовали за взятки 6 лет назад. Тогда суд назначил Денисову 8 лет и 1 месяц лишения свободы. Чиновника признали виновным в 4 эпизодах получения взятки, в том числе с вымогательством и в особо крупном размере. От нескольких человек Денисов получил более 2,5 миллионов рублей. Свой срок Юрий Денисов отбывал в исправительной колонии в Рубцовске. Его посредницу, супругу Татьяну Денисову, также признали виновной и назначили 5 лет и месяц лишения свободы условно. Дачный сезон стартовал. Барнаульцы покупают семена, садовые участки, а еще коттеджи. Спрос на них растет уже несколько лет. Какие расценки в этом сезоне разбиралась Анастасия Наборщикова. Дачный сезон не стартовал. Он уже в самом разгаре, говорят продавцы. Некоторые дачники еще в январе скупали семена. Сегодня недостатка в выборе нет, правда, цена на него другая. Семена из Франции и Германии подорожали на 20%. Но некоторые дачники этого не заметили, потому что цена на наши семена выросла на 10%. Эти помидоры вчера были за 17 рублей, а сегодня за 20. Пока в продуктовом магазине цена растет, как на дрожжах, сюда приходит все больше людей. Семена покупают уже не только дачники, но и люди с балкона. Вот 30-40 рублей, 25, вы можете купить себе довольно хорошую плошку микрозелени. Вообще балкон идет круглый год. Наши семена Алтая развиваются. Если они уже вышли на рынок российский, то я думаю, они будут впереди планеты всей в ближайшее время. У главреда Комсомольска Правда в кабинете Рукола. Эта микрозелень борется с вредными микробами, поэтому Ольга охотно подкармливает журналистов. Без шутки говорит, что это и экономия, и даже повод для улыбки. Очень классно, когда у тебя стоит потом на подоконнике вот такой зеленый огородик. Поэтому в ноябре посадили, и вот уже можно спокойно рвать. На самом деле думали, что раньше подрастет, но у нас был как период. Мы сначала посадили семена, потом рассаживали их. Я даже думаю, что потом, когда на улице будет совсем тепло, можно даже пересадить в грунт. А для этого нужен дачный участок. Сейчас для барнаульцев покупка земли – попытка не потерять накопленные деньги. А еще летом отправится в мини-путешествие, пока границы закрыты. Специалисты говорят, земли даже москвичам хватит. Тенденция следующая. Нам звонят из других регионов, причем центральной России, и хотят купить и земли, и недвижимость в живописных местах Алтайского края, Республики Алтай. В теплых краях России цены сегодня зашкаливают для среднестатистического покупателя. А мы пока еще доступны по цене. 200 тысяч рублей – минимальная цена. Стоимость определяет местоположение. Чем ближе к городу, тем дороже. Сегодня за миллион можно купить участок с домика. За два будет баня и бассейн. Идея уехать и не вернуться становится популярной. Я думаю, что процентов на 30 интерес именно поднялся у наших садоводов, используя участок не просто для души, а для производства продуктов питания и культурного отдыха с проживанием. В этом году урожай в теплицах должен быть раньше. Из-за теплой погоды садоводы уже на участках. Кого-то из них обязательно ждет новый сосед. И, возможно, столичный из Москвы или Петербурга. Анастасия Наборщикова, Алексей Фризин. День с толком. Ученые часто сравнивают этих животных с человеком. Они, как и мы, когда речь идет о выживании, дерутся до последнего. Учатся на собственных ошибках, влюбляются и даже видят сны. Сегодня, во Всемирный день крысы, расскажем, как грызуны помогают выжить другим животным. Зачем длиннохвостые принимают радоновые ванны. И почему крыса во дворе дома совсем не вызывает симпатии. Знаете, они как две сестрички. При каких-то, неважно для них, стрессовых ситуациях, они всегда сцеплялись вместе и держали, и друг друга жалели. А еще пищат, будто поют. Лабораторных любимец назвали две Маши в честь российской музыкальной группы и создали им более комфортные условия. Блондинки живут вдвоем. Остальные в клетке потеснее, но грызуны тоже белые. В медицинском вузе для лабораторных исследований используют только таких крыс, как генетически чистых. Всего в университете порядка тысячи животных. На самцах проверяют лекарства от болезни почек, а эти дамы буквально вчера принимали радоновые ванны. Сейчас на крысах исследуют курортные методы лечения, применяемые в Белокурихе. После радоновых ванн как крысы себя чувствуют? Достаточно хорошо. Я скажу, что они более активными становятся, и у них улучшаются кожные покровы, у них улучшается шерсть. Я имею в виду структуру шерсти. Достаточно хорошие результаты, можно сказать, даже внешне эстетически. Этим крысам ванны не светят. У них совсем другая функция. В Барнаульском зоопарке крыс выращивают, и цвет их шерсти не имеет значения. Порядка десяти грызунов в сутки помогают утолить голод и пополнить силы самых разных животных и птиц. Все как в живой природе. У нас было очень много примеров, когда мы сов, которые пострадали в городе, где-то упали на балкон, ударились о стекло, люди их приносят к нам. Мы, как правило, их выкармливаем, вот именно этим живым кормом, и затем отпускаем их на волю. Сова то, что в природе получает, то она получает и здесь у нас. И таким образом она становится полноценной, так будем говорить, птицей, здоровой, крепкой. Есть и другие крысы, которые не то что на корм не годятся, на территории зоопарка их видеть никто не желает. С ними приходится бороться, как с разносчиками всевозможных инфекций. Сотрудники Роспотребнадзора периодически обрабатывают зоопарк от грызунов. К слову, обработка от крыс должна быть систематической, говорят в Краевом центре эпидемиологии, в зависимости от их репродуктивности. Оплодятся они каждые 24 дня. Поэтому раз в месяц такие места, как детские сады, школы, столовые, коммунальные объекты обрабатывать нужно обязательно. В центре эпидемиологии с крысами борются, но их ум и умение выживать вынуждает применять препараты от крыс замедленного действия. Если только она покушала эту приманку затравленную или какой-то препарат и почувствовала себя плохо, то она передаст сигнал своей семье, передаст и, соответственно, скажет, сюда больше ни ногой, здесь нас убивают. И больше к этой приманке никто не подойдет. В центре эпидемиологии рассказали, что нет цели уничтожить крыс полностью, ведь иначе нарушится природное равновесие. Крысы не только умны, они уничтожают отходы больных животных и птиц. Главное, чтобы человек и крыса друг другу не мешали. А сегодняшний день еще один повод напомнить, что декоративные крысы могут стать хорошим другом человеку. Их легко приручить. И если человек не проявит агрессии, то и ответной не будет. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Любители большого тенниса сошлись в турнире в категории мастерс. Это парная категория, в которой сражаются сильнейшие теннисисты из разных городов. О ходе состязаний среди мастеров и о том, почему девушке на корте играть проще, чем мужчине, расскажет Дмитрий Дроздов. 24 игрока. Одни из сильнейших теннисистов Барнаула, Бийска и Новосибирска встретились на кортах клуба «Чемпион». Выше их раздела мастерс есть только два. Грандслам и суперслам. Это вершина Олимпа в Аматуре Всероссийской ассоциации теннисистов. Первый раз проводим за последние года три такой турнир. Приехали новосибирцы у нас, то есть чего обычно не было. Как бы самые сильные игроки у нас, если посмотреть, тренера выступают, тоже очень значим. Много болельщиков, такое вообще впервые за последнее время. По регламенту турнира спортсменов ждала борьба в группе. А дальше лучшие пары выходили в основной плей-офф, где вели борьбу за финал. А те, кому победить не удалось, играли в утешительном турнире. Среди участников единственная девушка. И оказалось ей легче и удобнее играть с мужчинами. Женский теннис, так его и называют. Женский теннис – это перепад настроения, это всегда какие-то ссоры. Такое бывает, что кто-то с кем-то ссорится, ты попал в аут, нет, я не попал. И вот на этом фоне возникают какие-либо конфликты. Кстати, борьбу за золото вел и директор сибирской медиагруппы Андрей Абрамов. Вместе со своим напарником Артемом Верхушиным они предприняли попытку взобраться на пьедестал, но в этот раз без медали. Да, эмоции на самом деле отличные. Много чего не получилось, потому что давно не играли перед зрителями, перед своими зрителями. Тем более, когда играешь в Новосибирске, чуть-чуть легче, никого не знаешь, ни о чем не думаешь. Ну а тут в первой игре очень сильно волновались, поэтому так быстро проиграли. Ну, вторая игра, боролись, но не получилось. По итогу турнира золото взяла пара из Барнаула. Это Алексей Трикос и Алексей Зарубкин. Серебро получилось сборным в паре бийский и барнаульский теннисисты. Аналогичные бронзопризеры из Новосибирска и Барнаула. Победители получили кубки, грамоты и небольшие денежные вознаграждения. Организаторы же хотят как можно чаще проводить подобные турниры. Ведь в последнее время большой теннис в крае набирает популярность. Все больше детей и взрослых приходят на тренировки и участвуют в разных соревнованиях. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.